Добрый день, уважаемые трейдеры компании A-Markets. На связи Роман Корнев и моя еженедельная аналитика по торговой стратегии Scalping Intraday на зеркальных уровнях. Давайте посмотрим экономический календарь, что нам готовит эта неделя. Итак, понедельник сегодня, ничего особенного здесь интересного нет. Смотрим вторник, а во вторник из существенного, пожалуй, тоже ничего особого, ну разве что вот мексиканская Песа будет торговый баланс, а по торговому балансу новости, возможно, здесь будет движение какое-то. Значит, в среду, в среду самое важное, что нам надо знать, это решение КРС по процентной ставке и пресс-конференции ФОМС 23.00 и 23.30, 23.30, да. Даже если изменений не будет, скорее всего, и не будет все равно, волатильность, как правило, очень высокая. Так, четверг, четверг по Америке ВВП, хоть и квартальный, но предыдущее значение было положительное, прогнозируется отрицательное, так что прогнозируются отрицательные новости. Вот, ну и в пятницу даже приоритетные новости не особо важные. Вот, пожалуй, все. Перейдем к торговому терминалу. Значит, что мы здесь имеем? Предыдущая, значит, линия зеркальное сопротивление была пробита, но пробита она была из-за того, что цена, не дойдя до линии, а дойдя до зоны, да, линия вот эта была средняя, а цена уже показала коррекцию. Значит, уже отработали продавцы свои движения, поэтому рассчитывать на то, что она четко отобьется не стоило. Вот, такие ловушки. Вот, сейчас цена ушла вверх, торгуется в верхней зоне. Ожидаем, что если спустится вниз, то в эту зону зеркальной поддержки, вот, точнее, изначально она была поддержки, да, вот так вот по несколько раз меняется. Вполне возможно, здесь можно рассчитывать на покупки. Британский фунт стерлингов к японской иене пока находится в верхней зоне над зеркальной уровней поддержки. Ожидаем, если оно так и опустится на нее, то можем здесь выставлять покупки. Вот так, британский фунт стерлингов, значит, находится в консолидации такой треугольный. Вот, сейчас уже поздно, я думаю, покупать от низов, продавать от верхов, сейчас нужно дождаться, пока цена уже пробьет, да, выйдет за эти диапазоны, и тогда уже разворачиваясь, будет сталкиваться с зеркальными уровнями либо сопротивления, либо сверху поддержки. И тогда, может быть, здесь покупать, а здесь продавать. Что касается нефти, нефть, как мы видим, хорошо отбилась от прошлого предсказанного уровня сопротивления зеркального. Сейчас находится вверху и формирует собой опять консолидацию, но пока что сигналов особых нет, кроме вот этой линии сопротивления, которая формирует сделки на продажу, если цена дойдет до этого уровня. Евроканадец очень хорошо отбил зеркальную линию вот здесь, как мы видим. Сейчас мы движемся вверх, если дойдем опять до этой линии, можем продавать, либо, если пойдем вниз, можем покупать от уровня поддержки вот такого формата. Давайте евро посмотрим. Евро у нас таки консолидируется на глобальном уровне поддержки. Сейчас покупать я бы не стал. Сейчас нужно подождать, пока цена существенно пробьет вниз и уже возвращаясь, будет возвращаться к зеркальному уровню сопротивления. Здесь можно будет продавать. Либо, если он таки пойдет вверх, то никто не отменял верхний уровень сопротивления. Здесь будет очень хороший сделок. Вот такие новости у нас на эту неделю. Желаю всем удачи. Продудьте с удовольствием. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok